Ни на один факт не могла опереться догадка. Собственно, их следы уже замело, и хоть бы зарево или выстрел в пустоте. Жгла и жалела мучительная надежда, что в это самое время их 37-я бригада вступает в Великошумск. Только одна 203-я засела в трущобеньке крайнего левого фланга. Соскучусь в одиночестве, замяукал Кисо, и всем стало немножко веселее от сознания, что количество их умножилось на единицу. «Стыну я, лейтенант, валит меня, свалюсь. Пора начинать», — сказал Дыбок, поднимаясь и без команды сам полез через верхний люк за лопатой. Лопата, лом, гранаты — всё соскользнуло в переднюю полную воды часть танка. Дыбку пришлось как бы нырять туда и шарить в ней на ощупь. Минутки позже он молча стоял, раскинув руки, и тёмные талые дырья рождались вокруг него на снегу. «Эх, отожми водицы сколько можно со спины», — попросил он лейтенанта. «Повозиться бы теперь с каким-нибудь фашистом, я бы ему рёбра в кашу стёр. А ну, тронь меня побольней!» — стеклянно крикнул он подходящему литовченке и в полсилы толкнул его в плечо. Благоразумно отступив на шажок, тот доложил Соболькову, что и следа немецкого присутствия не обнаружил поблизости, кроме прокинутой мимо стога телефонной линии, которую на свой риск и порезал ножом. Метров шесть провода висело у него на руке. Подумав, Собольков решил, что это, пожалуй, правильно, так как на поверку линии выйдут теперь немецкие связисты, и от одного из них можно будет добиться приблизительной ориентировки. Следовало быстро накидать план действий и расставить людей. Водителя он оставил у танка. Обрядин же, как мыслитель, в особенности годился для земляных работ. Кстати, это ему принадлежало глубокое замечание, что подкопку надо начинать изнутри, чтобы машина не села днищем. Собольков решил взять с собой в засаду дыбка. Ему таким образом представлялась возможность погреться в рукопашной. «Ну, лезь, Сергей Тимофеевич, — сказал Собольков обрядину, — береги лопату, чтоб не защемило, и помни, выберемся, будем живы». Уходя, Собольков прикинул в уме, что работы хватит часов на пять, если не прервет ее какая-нибудь внезапность. Идя по следу Литовченке, который, к счастью, возвращался из обхода не по прямой, лейтенант отыскал конец провода и показал дыбку. Раскидав снег, они вырыли норки в соломе и разместились на стогу плечом к плечу и ухом к уху. Сперва молчали, привыкая к месту. «Ну как, Андрюша, загораешь?» «Теперь хорошо, мягко, — сказал дыбок». Временами Собольков поднимался, вслушиваясь, не идут ли. Никогда такой шумной не была солома. Кажется, примораживал. «Знаешь, как придут, тихо надо, холодным способом», — сказал Собольков несколько спустя. «Я с одним управлюсь, а ты своего сбереги, не зашиби только». «Да», — согласился дыбок. «Расскажи, большая у тебя дочка?» Неожиданно спросил он. Восемь лет. Тихо, как тайну, доверил Собольков. «Знаешь, у нее там беда стряслась, смешная. Пишет, даже к бабе Мане в гости перестала ходить. Понимаешь, котенок у ней пропал, любимец, как черный. Верно, жена закинула. Не любит кошек. Мачеха?» — издалека откликнулся дыбок. «Хуже. Злодейка жизни моей. Двадцать два годика было, как женился. Теперь дочка пишет, чужой дядька к ней ходит. Конфетку каждый раз дарит. Бумажку мне в письме прислала. Образец». Приподнявшись на локте, лейтенант послушал застылый воздух. Немцы еще не шли. Точно пронюхали о засаде. А баба Мане — это не женщина, не думай. Это гора, понимаешь? Это мы с дочкой так ее прозвали. Ягод много. Вроде старушки, вся в зеленых бородавочках. У нас там секретный каменный столик есть. На нем бархатная маховая скатерка. Дочка сведет тебя туда. Если что случится со мной, отвези дочке Кисова. Понимаешь? И писем никаких не надо. А ты ее в раз узнаешь, едва увидишь. Она сама первая к тебе выбежит, как завидит военную одежу. А больше послать, скажи, нечего. Ничего я ей в жизни не накопил. Возможно, радист четче командира понимал теперь действительность, потому что прежде него почувствовал, что враг уже тут. Еще и снег не хрустел, и глаз не видел. Но только как-то теснее стал в пространстве ночи. Двое, как всегда ходят немецкие связисты, шли по линии, пропуская провод в ладони. Они нашли место обрыва и остановились. Бери правого, шепнул Собольков товарищу, и тот услышал. Не мудрено было догадаться, что кто-то унес кусок провода. Пока один немецкий связи, став на колени, подключался к линии, другой двинулся по следу Литовченки, водя автоматом, как таракан усами. Он был и длинный такой же, как таракан, с утолщением посреди от хорошей пищи. Возможно, он и мастью тоже походил на таракана-прусака. Он проходил мимо. На нем была пилотка с приспущенными наушниками, чтобы уши не зябли. Дыбок упал на него всей своей зыбкой тяжестью. И странно было, что у того не переломился позвоночник. Собольков также ударил своего гранатой, как кастетом, но промахнулся. Так началась эта маленькая и неравная битва. Фашисты были свежее. Перед выходом они поели жирных наших щей и хорошо выспались на теплой лежанке. Им недоставало как раз того, чем с избытком располагали их противники. Чувство поруганной справедливости и голодного иступления мертвой хватки. Уже оба лежали снизу, и один вслепую царапал рот Соболькову, а другой, наполовину примерясь с неизбежным, мокрый и полузадушенный, смотрел нависшее над ним лицо судьбы. Он был много крупнее дыбка. Брудер прокрепел тот, что был внизу, даже не пытаясь дотянуться до автомата, упавшего по близости. Он упоминал, кажется, также слово мутер, и, кажется, испробовал силу слова швестер, перечисляя все степени родства, какими можно было проникнуть в славянскую жалостливость. Не брудер, а бутерброд, неистово сказал дыбок, и еще не родилось могущество на свете разжать его пальцы. Дыбок не заметил, как подошел вполне спокойный Собольков с автоматом и документами своего партнера. «Отпусти, теперь не убежит», велел он, вытирая испарину и кровь с лица. «Видишь, смирный лежит, многоуважаемый. Вставай, обиделся, думал, в трактир на радостях поведем». Тот не хотел. Собольков наклонился к лежащему. Открытый мертвый глаз связиста пристально и так нехорошо глядел поверх его головы, что Собольков отвернулся. Лишь теперь он заметил, что живые не могут долго лежать так, с выкорченными назад руками. Жаль. Ну что ж, и то хлеб. Знаем, по крайней мере, в какую сторону пушку целить. Помоги мне. Они вскинули немцев в те належные ямки, где недавно сами ухом к уху коротали ночь. Тропинку у Литовчинки следом вслед они вернулись назад. Еще три больших часа длился нечеловеческий труд, из которого в равных долях с опасностью и скукой состоит война. Похолодало. Изредка прогревали мотор. Все были мокрые, все успели побывать под танком. Молча сменяя друг друга, теперь они жалели силы даже на шутку. Корма опускалась, и крутизна наклона становилась преодолимой для мотора. Ну, будем живы, сказал Собольков и засмеялся. Ангел мщения, а не машина. Доброе утро тебе, ангел, взволнованно прибавил он, обходя танк и лаская рукой его ходовые части. Потом, все приведя в боевой порядок, экипаж сидел на своих местах, торопя рассвет и стараясь лишь не прикасаться к металлу. Здесь потихоньку стал застегать их сон. «Идут», шепнул друг Обрядин, и все поняли, что ночь кончилась, и наступил долгожданный день. Башнер также спросил взглядом, нужно ли закрывать люки, но лейтенант отрицательно качнул головой. Полем деловито шли фашисты, шестеро. Они шагали, видимо, не по целине, потому что двигались быстро и не проваливались в снегу. Патруль увидел двести третью и свернул к ней с дороги. Произошло маленькое совещание, они залегли, но лежать так было глупо, кроме того, танк мог оказаться и своим, немецким, подбитым во вчерашнем сражении. Двести третья молчала. Они стали расползаться цепью. Отделясь от потемок, двое в рост двинулись вперед со связками круглых и на длинных ручках банок, похожих на большие детские погремушки. «Заводи!» в голос крикнул Собольков. Так началась война и в этом рассветном затиши. Гул мотора слился с беспорядочным треском стрельбы. Кому было положено, те сразу свалились навзничь. Артиллерия проснулась лишь когда двести третья, отвернув пушку назад, чтобы не повредить при таране, уже углубилась в перелесок. Километра три мчались они по пушке, выбирая полянки и стараясь не выдать своего направления падением сбитых деревьев. Попалась прогалинка в мелком ельнике, там сделали остановку осмотреться, принять последнее решение. Собольков отбежал с компасом метров на десять от машины, но Стрелка объяснила ему не больше, чем подсказывали чутье и опыт. Вдобавок, события ночи неминуемо должны были смешать диспозицию вчерашнего дня. И тут Собольков произнес самую краткую свою речь. Вот, товарищи, и ростом выше стал, и засмеялся, радуясь чему-то, как мальчик. Неизвестность окружает нас. Мы нынче как заноза в немецком теле, и выручки нам ждать не приходится. Но мы танкисты, особый народ, они не жалуются на долю, ихнее сердце и в огне смеется над судьбой. Мое решение вперед и на пролом идти, чтоб ветер не догнал так лететь, так биться, чтоб навек у них застряло в памяти 23 декабря. Отсюда начинается тот баснословный кинжальный рейд, о котором лишь потому своевременно не узнала страна, что он затерялся в десятке ему подобных. Поколением танкистов он мог бы служить примером того, что может сделать одна исправная, хотя бы и одинокая 34-ка, когда люди ее не размышляют о цене победы. Впоследствии даже участники не могли установить истинную последовательность событий. Действительно ли автомобильный парк немецкого мотополка стал первой жертвой Соболькова, или тот эшелон с боеприпасами, что рвался вплоть до прихода нашей основной бронетанковой лавы. Все спуталось в их памяти. Зарывшись в тело германской дивизии, 203-я низала его во всех направлениях. Так движется во внутренности танка ворвавшийся снаряд, пока не погасится его живая сила. И как снаряд не жалеет себя, вламываясь во вражескую броню, так и люди забыли об опасностях своего стремительного бега. Здесь следует искать причину, почему до самого конца ни одно попадание из всех, какие 203-я во множестве приняла на себя, не оказалось для нее смертельным. Но уже не удивляла и не пугала командира чудесная неуязвимость его машины. Одна могучая бронированная тварь с белым фашистским крестом вырвалась на перерез 203-й. Стальной тоннель пушки уперся круглым мраком в ее сердце. Обе машины выстрелили одновременно. Ветер вражеского промаха на мгновение оледенил лейтенанта. Все болты и клетки напряглись в своем технологическом пределе. Потом гадина горела, ее стрелка ослепила солнце, что поднималось за танком Соболькова. Теперь все, даже это холодное медное светило работало на гибель фашистской Германии. Нет, сперва ты, а потом уж я сорванным голосом торжествуя закричал Собольков. Гром и треск огневой погони остались позади, пока преследовать двести третью было некому. И тогда, круто вывернувшись из-за бугра, они увидели высокую гряду насыпи. Она была полна вражескими солдатами, повозками, машинами и лошадьми. Все это двигалось в сторону обратную той, откуда пришла двести третья. Это было шоссе. Тяжело дыша, приоткрыв грузные веки, двести третья смотрела из-за кустов, смотрела туда долго и страстно, точно хотела, чтобы досыто насладилась око, прежде чем доверить железу самую работу мщения. Собольков взглянул под ноги себе. Снаряды были на исходе. Дисков не хватило бы даже пунктиром пройтись по всему горизонту. Он также увидел живое белое пятно на полу, блестевшим от масляного пота. Это был кисо, которого начинало пугать такое затянувшееся землетрясение. Озабоченным вопросительным взором он скользнул по своему беспокойному командиру. Терпи, кисо, недолго осталось, мигнуло ему Собольков. Шоссе в этом месте поднималось на мост, который легкой журавлиной ступью перешагивал реку. Восходило солнце, мороз нарядно приодел деревья, и праздничное затишье этого первозимнего дня оглашали лишь истошный немецкий окрик, да еще однообразный шелест движения, славшийся над крупнейшей артерией фронта. Плотная черная кровь текла по ней в сражающуюся руку. Основной инвентарь убийства уже работал на передовой, и теперь в перемешку с подходящими резервами туда подтягивались подсобные товары германской стратегии. Сама смерть двигалась по шоссе, всякая, в бидонах, ящиках, тюбиках и цистернах, добротная фашистская смерть, проверенная в государственных лабораториях, смерть жидкая, твердая и газообразная. Двигалась самое пекло Великошумской битвы, чтобы распалясь в ничто, обратиться в поражение. Они еще не знали, что творится у них на левом фланге. Было шумно, но не очень весело в этом потоке. 203-й не хватало им для оживления. Так крадется охотник, чтобы не спугнуть трепетную дичь. 203-я медленно набирала скорость. Удобный от логи подъем выводил дорогу на шоссе. Став в сторонку, штабной связист копался здесь в своем мотоцикле, пока другой материл его по-немецки из прицепной коляски. Оба они увидели над собой танк, когда он стал величиной с полнеба. В каждом мгновении есть своя неповторимая подробность, которой не превзойти последующим столетиям. Защищая своих малюток от дикарей, мой народ создаст боевые машины утроенной мощности, но страшней и прекрасней 203-й у него не будет никогда. 203-я недолго пробыла в схватке, но ради этих считанных минут не спят конструкторы, мучаются столевары и милые женщины наши стареют у станков. Так значит, не зря мучились они, не спали и старели. Танк швыряла и раскачивала, как на волне. Движение почти поднимало его над гудроном и тогда верилось, на первом препятствии вылетят пружины подвесок или лопнет стальная мышца вала. Но вот он становился на дыбы и опрокидывался на все, дерзавшее сопротивляться. Он крушил боками, исчезал в грудах утиля и вылезал из-под обломков неожиданный, ревущий, гневный, переваливаясь и скользя в месиве, которая щепилась, горела, кричала. Главное началось потом, как только двести третья вступила на высокое и узкое полотно моста. Люба было видеть, как горохом рассыпалось смертоносное вражеское добро, падая в алую зимнюю бездну, а солдаты, которые шли сюда за этим, цеплялись за колеса машин, подвернувшиеся им в полете. тут же, затаясь в угрюмых впадинах глаз, в извилинах мозга, в походных сумках, где лежали письма о разрушении Фатерлянда, тяжелое вражеское сомнение контрабандой пробиралось к Великошумску. Сейчас оно преобразилось в ужас, и он умножал число советских танков, оседлавших шоссе. Его взрывная волна давно опередила двести третью, почти расчистив ей дорогу. Все валилось само, чтобы не быть поваленным. Мост, пламя, хруст, трескотня бесполезной стрельбы, все осталось позади. Впереди становилось пусто, и Литовченко перешел на третью скорость, разгоняя танк, как торпеду, единственное назначение которой взорваться в гуще врага. Лишь одна открытая штабная машина суматошливо виляла на шоссе, выбирая место для безопасного спуска с крутизны. За рулем сидел майор. Видимо, то были важные армейские инспектора или знаменитые хирурги из тех, что крали кровь наших детей для иссякших воровских артерий. Им повезло, машина сошла без повреждений. Патронов больше не было на 203-й. Вес и скорость стали ее оружием. Впоследствии улыбались на рассказ литовченки, будто машина с разгону прыгнула сама, а снежный сугроб и вражеское мясо спружинили ее падение. Но таково же было впечатление всех, еще имевших признак жизни очевидцев. На пути 203-я срезала телеграфный столб, дополнительно ожесточая ужас удара. И только один успел выпрыгнуть, пока 203-я висела в полете. Майор. Его колени усердно бились в пол и длинные шинели, всякие походные футлярчики скакали по бокам, фуражка скатилась с него и слетели очки. Вслепую, не оглядываясь, он бежал к ближним кустам, где можно было притвориться падалью, провалиться в снег и опять бежал. Ага, он любил жить. Ему удалось выиграть время. 203-я не сразу выбралась из ямы, словно мертвые генералы дружно ухватились за ее скользкие катки. Видно было по всему, что надолго майора не хватит. То был пожилой, средней упитанности, фашистский хлюст с майорскими зигзагами на рукаве и, кажется, в хороших заграничных сапогах со шпорами. Но Литовченко не видел ничего, кроме круглой, как бельмо, лысинки на его затылке. Это был он, тот самый, что посмел замахнуться куренком на старуху. И теперь уже никто не уберег бы обреченного германского германского майора от Литовченки. Изогнувшись, Дебок поднял передний люк, чтобы догнать беглеца хоть из автомата. Расстояние блистательно сокращалось, и в этот момент сокрушительный удар где-то близ кормы слегка подкинул двести третью. Левая гусеница была цела и мертва. Снаряд ворвался в ведущее колесо танка. Машина тяжкая медленно закрутилась на месте, как бы стремясь ввинтиться в мерзлую землю. Собольков решил сгоряча, что вражеский танк подобрался сбоку. Вот я тебе, вот я тебе всыплю в посадочную площадку. Сейчас, погоди, бормотался Больков, пытаясь обернуть орудие к врагу, которого еще не видел, сколько его и каков. Второй удар пришелся по венцу башни, и все поворотные механизмы отказали разум. Это был полный паралич, но еще бешено и грозно ревел мотор. В его раздирающий уши звон вплелись неясные смертные стуки. И все же он еще тянул куда-то, уставший жить, но не сражаться. Уходи! Все! успел крикнуть лейтенант, тяжестью тела, налегая на штурвал пушки. Лес! Бежать! Всем! повторил он криком, которому нельзя было не повиноваться. Короткий белый полдень вспыхнул в башне. На этот раз попадание было точнее. Обрядина предохранили казенник и балансиры орудия. Оглохший, полуслепой, точно взглянул на солнце, слизывая соленую горячую росу с обожженных губ, он обернулся к командиру. Тот еще сидел, привалясь к задней стенке, прямой, очень строгий, только непонятная темная дыра, которой не было раньше, образовалась в нижней половине его лица. Его ударило осколком в рот. Убитый командир еще глядел и, кажется, приказывал обрядину покинуть танк. И опять, уже в последний раз, ослушался его башнер, как изредка по мелочам, делал это и при жизни. Он пристал, упираясь головой в круглое стальное небо. Ему удалось поднять крышку люка и поставить на стопор. Он не заметил, как внизу, сквозь каток, в одну и ту же дыру, туда, где тревожно мяукал кисо, вошел четвертый и пятый. И дрогнули по-братски все семьдесят два трака и почему-то смертно заломило ноги у обрядина. Погоди, не вались, давай вылезать отсюда, осиплый, почти спокойно шептал обрядин, вертясь в свои тесные рубки. Вылезай, соболек, милый, вылезай, хватайся за меня, я помогу. Врешь, танкисты, особый народ, мы с чего? Давай, давай, упри сюда ножкой, соболечек мой. Обхватив лейтенанта, он поднял его на весу на выпрямленных руках. И если бы даже остался жив теперь, вылежал бы месяц за одно это нечеловеческое усилие. Его зеленые глаза почернели, едва понял, что и у десятка обряденных не хватит силы вытолкнуть командира наружу. Одолели, одолели, прохлепел он, усмехаясь на подлю радость того, кто бил его сзади. Тогда-то без боли и шума в башню и в спину ему вошел шестой. Чуть впереди на шоссе стояла одна противотанковая пущенка. Черт поставил ее там на страже своего воинства. она расстреливала двести третью в упор, не целясь со стометрового расстояния, с которого не промахиваются и новички. Уже были исковерканы и сбиты все левые катки, ленивый дым валил из командирского люка, уже вся двести третья просвечивала насквозь. только животный страх, что еще оживет двести третья без гусени, без башни, мог быть причиной такого шквального и уже недостойного огня. Все, что теперь успело снова подняться на шоссе, мрачно и без ликования наблюдало эту солдатскую истерику. Напрасно дыбок с Литовченко, прячась за танком, пытались автоматными очередями унять неистовство артиллерийского микроба. Он добивал их милый тесный дом, где родилась их дружба до той поры, пока десятиметровое милосердное пламя не одело его весь и выстрел из накаленной пушки потряс окрестность как прощальный салют живым. И так продолжалось все это, пока другие зрители не пришли на место расправы. Герой, выполняющий долг, не боится ничего на свете, кроме забвения. Но ему не страшно и оно, когда подвиг его перерастает размеры долго. Тогда он сам вступает в сердце и разум народа, родит подражания тысяч и вместе с ними, как скала, меняет русло исторической реки, становится частицей национального характера. Таков был подвиг 203. По живому проводу шоссе волна смятения покатилась на передовую и тот момент, когда в армейском фразовском штабе была произнесена фраза «На коммуникациях русские танки надо считать решающим в исходе Великошумской операции». Одновременно с этим корпус генерала Литовченки с трех направлений охлестнул поле сражения и третья танковая группа двигалась как раз той трассой, какую за сутки перед тем проложил Собольков. Одинокая размашистая колея 203, изредка прерываемая очагами разгрома и опустошения, вела их теперь к победе. Похоже, было не один, а целая ватага сказочных великанов крушила германские тыловые становища и шла дальше, волоча по земле свои беспощадные палицы. Штурмовая лава Литовченки размела и сварила под откос остатки вражеской колонны, пропуская в прорыв конницу и мотопехоту. На больших скоростях, как бы церемониальным маршем военного времени, они проходили мимо догорающего товарища. И каждый, кто глядел из люка или с седла или с сиденья транспортера, поворачивал голову по мере бега не в силах оторваться от печального и благородного зрелища. Большое солнце опускалось за низкие облачные горы. Глаз легко различал покатые хребты и малиновые склоны, пересеченные глубокими лиловыми распадами. Город горел, догорала неиспепеленная накануне. Ясно различимы были изгрызенные взрывом стены собора, тесные вишневые садики, разгороженные плетнями спускавшиеся к реке, безлюдные улички, где неторопливо проходила дымная мгла. Все кроме пламени оно никогда не бывает видно в закате. Двое сидели на поваленном телеграфном столбе лицом к солнцу и танку. Как у всех перешагнувших пропасть, не было у них пока ни раздумья, ни ощущения времени или голода, ни понимания всей новизны обстановки, ничего, кроме чувства безвозвратной потери. Душою они находились еще там, внутри, еще крошилась броня над ними и звучал голос Соболькова. Снежинка, спорхнув с порванного провода, опустилась на руку дыбку на запястье. Она была маленькая и нежная, даже удивляла, что целую ночь, пока дрались и падали люди, трудился над нею мороз, чтобы выковать такую пустяшную и хрупкую бесценность. И сам собой возникал вопрос, повторится ли она когда-нибудь за миллионы летия в точном ее весе, рисунке, в ее живой и недолговечной прелести. Она растаяла, прежде чем родился ответ. Вдруг дыбок вспомнил прокисо. Его лицо исказилось, виноватая тоска сжала душу. Он побежал к танку и заглянул через передний люк, как будто еще не поздно было исполнить ночную просьбу Соболькова. Чадный жар пахнул ему в глаза. «Поезжайте медленнее, мне нужно осмотреть все», сказал генерал Литовченко своему шоферу. Вихрь машинного боя разметал мертвых по всей окрестной пойме, шеренгами наложил переправы или воткнул, как попало в сугроб, где им предстояло ждать весны, пока не выйдет украинский пахарь на поля, освобожденный от зимы и нашествия. Ее было здесь много иноземной мертвичины. Казалось, вся она лежала тут, фашистская Германия, вымолоченная, как сноб. Так выглядела дикарская мечта, по которой прошли история и танки. Все это неслось мимо, не оставляя следа в привычную к таким зрелищам сознания Литовченки. Но вот воспоминания отступили перед большим черным пятном в обтаившем снегу. Генерал тронул шофера за рукав, стой, это, кажется, мои. По колено проваливали в снег, он спустился вниз. Остальные последовали без приглашения. Два человека в матерчатых шлемах, понуро сидевшие на бревне, вскинулись и молчали, пока адъютант не намекнул глазами левому из них. Держа руку у виска, тот принялся докладывать о происшедшем, но губы его тряслись и судорожно сдергивались плечи. Еще не доводилось дыбку рапортовать за командиром. «Ладно, не надо», сказал генерал, касаясь его влажного плеча. Все вокруг раздавленная на шоссе пущенка, непросохшая одежда, обломки штабной машины рассказывало опытному глазу обстоятельнее, чем этот пошатнувшийся танкист. «Ну-ну, пройдет», прибавил он, переглянувшись со своими. «А зябли, ребятки, кто командир? Ты?» Дыбок отрицательно качнул головой и, что-то поняв, генерал сам двинулся к танку. Длинная лиловая тень от 203-й была дорожкой, по которой он шел. Она растаяла, когда он добрался до цели. Солнце зашло, сказка кончилась, вступали в свои права ночь и военная действительность. Как бы считая дыры, генерал обошел танк по жесткому войлоку обугленной травы. Он припомнил эту машину. Сквозь копоть был достаточно различим ее номер, только теперь рваное отверстие зияло вместо нуля. Привстав на отогнутый клок брони, генерал заглянул в башню и снял папаху. «Дайте-ка мне сюда фонарь», приказал он адъютанту, «потому что в однообразной черноте танка сумерки настали скорее, чем в остальном мире». «Ишь, как они обнялись», заметил он дрогнувшим голосом, как-то слишком спокойным для того, что он увидел. «Вот они, советские танкисты, вот они, мы». Пока остальные в очереди подолгу глядели внутрь этого потухшего вулкана, генерал вернулся к экипажу. Теперь он признал и тезку, только этот был много старше того мальчика на железнодорожной станции. «Узнаю, значит, отца все-таки Якимом звали? Так, кажется, брат у тебя в Немечине имеется?» «Точно, товарищ гвардии, генерал-лейтенант», ответил Литовченко с суровостью, какой не был раньше. «Трое нас было, тот младшенькой Остапом по деду звать». Генерал вопросительно взглянул на адъютанта, но капитан уже не помнил, как ему называли угнанного паренька из Белых Коровичей. «Помню командира вашего. Кажется, Собольков такой седым вихарком был». «Как же, помню Соболькова». «Что ж, сгорела знаменитая ваша хата. Ничего, новую дам, сам не ранен». «Организм у меня целый, товарищ гвардии генерал-лейтенанта». «Это главное». «Так вот, там метров триста отсюда танк без водителя стоит». Он кивнул в мокнущую глубину шоссе. «Новичок с открытым люком воевать хотел. Скажешь, я послал. Хозяин там тоже хороший, я его знаю. Он тебя посушит, покормит и воюй. Будет что рассказать внучатам». Затем он обернулся и к дыбку, потому что обоих нужно было поддержать словом товарищеского участия. «Дети есть? Дочка!» неожиданно для себя сказал дыбок, и желанная легкость вошла ему в сердце. «Это хорошо. Дочка значит мать героев большая». «Восемь!» товарищ гвардии генерал-лейтенант ответил дыбок, покосившись на танк, таявший в сумерках. «Большущая, верно и читать умеет. Станешь писать, кланяйся от меня. Все, записать фамилии». Молча подошли офицеры. «Да, могила неизвестного танкиста», сказал один из них раздумчиво для самого себя. «Неверно, немедля возразил Литовченко, это у них солдат одевают форму, чтобы были одинакие, чтобы их не жалко было, а мы, нет, мы незабывчивы, мы все помним, жена изменит, мать в земле забудет, но у нас каждое имечко записано». Горизонт оделся в грозное парадное зарево, а над ним сидела одна немерцающая точка, на которую в эту минуту глядели все, простая, чистая и спокойная звезда, похожая на Снежинку. Продолжение следует...